Давайте, наверное, начнем. Значит, смотрите, у нас поступало разными партиями новое оборудование в течение конца третьего квартала, в начале четвертого квартала, и накопилось уже ряд новинок, их 11 разных моделей. В принципе, уже кто-то из партнеров даже успел себе приобрести это на склад и продается заказчикам, но кто-то, может быть, еще их не использует в своей работе. Сегодня, соответственно, про них расскажем. Начнем с индустриальных коммутаторов. В принципе, большая часть новинок, которая у нас сегодня будет, это обновление железной части у коммутаторов, небольшое обновление в Wi-Fi мостах, с версии первой на версию вторую. Как многие уже знают, кто работает с Wi-Tech, у нас добавляется функционал, как железный, так и какой-то части, как софтовый в некоторых моделях, и, соответственно, при этом сохраняется цена на эту модель, то есть относительно предыдущей, что достаточно интересно для партнеров. Но я могу сказать больше. У нас в третьем квартале произошел дробь по ценам, по многим позициям, и по некоторым позициям, даже новым, у нас такая ситуация, что они вышли даже дешевле, чем предыдущие модели. И, в частности, вот индустриальные коммутаторы, они стали еще дешевле, даже в обновленном варианте. Итак, первая новинка – это в промышленном исполнении коммутатор, неуправляемый, VRPS 306GF-i, версии 2. Как видите, на фронтальной части устройства появились дополнительные переключатели, соответственно, появился дополнительный функционал. Ну и также, если приглядеться, есть обозначения по портам, соответственно, по портам тоже изменения небольшие произошли. Значит, какие конкретные изменения? Появился БТ-стандарт на двух портах, соответственно, они теперь поддерживают до 60 Ватт. Есть возможность, соответственно, подключать более мощные абонентские устройства, камеры или Wi-Fi-мосты. Плюс, соответственно, на двух портах появилась возможность в автоматическом режиме определять, какой абонент активный и пассивный, и выдавать, соответственно, активный или пассивный опоя. То есть либо 48, либо 24 В. И, опять же, это позволяет использовать один коммутатор и для запитки, ну, очень часто вариант – это для запитки радиомоста и нескольких камер локально. Дополнительный переключатель позволяет, соответственно, включать и выключать режимы работы коммутатора. То есть у нас в гигабитных индустриальных коммутаторах теперь тоже появился режим VLAN, как вы помните, он в неуправляшках у нас в обычных коммутаторах присутствует, в 100-мегабитных. Вот здесь он появился. Режим Extend тоже на 250 метров появился. Опять же, тут такая же ситуация, как и в 100-мегабитных коммутаторах. Скорость будет в этом режиме падать до 10-ти мегабит на портах. Вот. Ну, под виде наблюдения, как все знают, что этого более чем достаточно. И два дополнительных переключателя. Можно, опять же, в ручном режиме включать и выключать функцию WatchDog. Первый выключатель, он отвечает за LAN-порты. Соответственно, на медных портах включается режим WatchDog, то есть перезагрузки повисших камер или других устройств. То есть автоопределение, повисание и перезагрузка этого порта. И еще одна разновидность WatchDog, но уже на SFP-портах, то есть контроль работы SFP-шек и SFP-шек новомодулей, установленных в эти порты. И, соответственно, перезагрузка этих портов по обнаружению зависания. Также модель обновилась по питанию. Теперь ее можно запитывать от двух источников питания, внешних источников питания. Причем есть возможность запитать ее от диапазона 12-37 Вольт, то есть 12 либо 24 Вольта. Можно запитать этот коммутатор. При этом функция PoE у него на портах пропадет, потому что PoE активная, нужно 48 Вольт выдавать. Но, тем не менее, сам коммутатор будет работать от 12 и от 24 Вольт. И вторая пара разъемов питания дает возможность резервироваться в целом по питанию. Вторая модель, которая обновилась, тоже неуправляемый коммутатор в индустриальном исполнении, VIP S310 GFI версии 2. Теперь примерно такие же обновления, то есть тоже появились переключатели на корпусе. Также появился Watchdog, также появилась поддержка BT-стандарта 24 Вольта в Passive PoE и режим Extend. Единственное, тут немного отличается по переключателям модель, отличая от предыдущей. Extend и Watchdog, получается, присутствуют. Watchdog здесь только на LAN-портах. А дополнительно еще переключатель для жесткого задания на вольтажа на двух портах, то есть выбор либо 24, либо 48 Вольт. То есть они уже здесь не в автоматическом режиме, но задать можно режим работы. По питанию такая же ситуация, то есть расширились возможности, появилась возможность подключения второго источника питания. И такая же ситуация по вольтажу. То есть если мы запитываем от 12 или от 24 Вольт устройство, то оно уже не будет выдавать на своих портах, но коммутаторы работать будут. Таблица сравнения с предыдущими моделями. В принципе, предыдущие модели мы уже практически все продали. На них мы еще сильнее дропнули ценник. Соответственно, если по стокам видите на складах, можно их в более интересной цене забрать. Итого у нас модельный ряд на текущий момент из шести актуальных моделей состоит. Три, соответственно, неуправляемые, три управляемые. Для удобства, соответственно, таблица сравнения. Мы вышли на презентацию, потом можете распечатать и уже подбирать под ваши проекты. У нас обновилась модель Light Outdoor коммутатора в пластиковом корпусе. Кто успел уже попродавать предыдущую модель, помню, что у нее была возможность подключения внешнего медиаконвертера, то есть была возможность подключения, то есть реализация оптики в предыдущей модели была с помощью дополнительного медиаконвертера. Здесь же уже в модели интегрирован SFP-порт, соответственно, оптика можно считать на борту. Также модель обновилась в каком плане? Здесь появилась поддержка BT-стандарта до 60 Ватт, соответственно, на двух портах. И режим Watchdog, вернее, функция Watchdog тоже появилась в этой модели. По слайду, в принципе, тут видно, что в этой модели 8 портов проездных, 2 из которых, соответственно, BT-стандарт поддерживает 6, соответственно, AT и AF-стандарт, они уже 100 мегабитные, не гигабитные. И вот из оплинков 2 медных, получается, гигабитных оплинка, и 1 SFP-шный, не гигабитный оплинка. Сравнение, в принципе, я уже проговорил, по разницам не будем останавливаться. Также у нас продолжается внедрение, продолжается внедрение Watchdog, в Илана и Extend в другие модели, и в частности, в гигабитные неуправляемые коммутаторы тоже появился этот функционал. надеемся, что и в старших моделях тоже это будет появляться, расширяться спектр. Опять же, большинство обновлений касается уже всем известных и интересных функций, моделей, то есть это Watchdog, VLAN, Extend и BT-Standard. Теперь у нас в гигабитных коммутаторах бюджетных появился. Таблица сравнения. Обычно линейка 4-х портовиков у нас теперь вот так вот выглядит, то есть 5 моделей, три из них слева, это 100-мегабитные модели со 100-мегабитными LAN-портами и два, соответственно, коммутатора с гигабитными LAN-портами. Восьми портовик гигабитный также у нас получил обновление, опять же, BT-Standard, Watchdog, VLAN и Extend появился. Линейка уже побольше, соответственно, восьми портовиков с 7-ми моделями неуправляемые представлены, 4 модели слева 100-мегабитные и 3 модели справа гигабитные. Как видите, все больше и больше появятся модели с BT-Standard, с Watchdog, с VLAN-портами. Также у нас появились модели коммутаторов без поддержки POE, то есть обычные классические неуправляемые, их мыльницами называют коммутаторы. Их характеризует крайне маленький размер, то есть модель слева, SG-105, она буквально на ладони помещается, то есть очень компактное устройство, при этом в металлическом корпусе, соответственно, можно организовать заземление, достаточно интересно. Ну, по остальным отличиям тут, в принципе, особых таких отличий от конкурентов нету, кроме размера корпуса, но вот в 108-м еще VLAN тоже появился, функция, соответственно, изоляции портов на неуправляемом коммутаторе. Также у нас появилась модель на предагрегацию или агрегацию с большим количеством SFP портов, 18 SFP 100 гигабитных и 8, соответственно, медных портов гигабитных тоже. По функционалу она такая же, как и все наши управляемые коммутаторы любых линей, как спой, так и не спой, так и аленов. Отличается только по портовой емкости у нас, собственно, набивки этих портов. Так, я смотрю, вопросы начали. Пожарается, нет. Зеркаления у портов нет на этих моделях. Ну, речь, наверное, была про неуправляемый, да, этот вопрос. То есть на текущем слайде уже управляемая модель присутствует на ней, соответственно, и есть это. На управляемых нет. Получается, модели коммутаторов без споя у нас представлены вот таким образом. Их пока достаточно немного, но, собственно, запросы производителю представлены, да, запросы рынка, и ждем обновления как и в Эльдвашной линейке, так и есть определенные планы на Эльдвашную линейку, то есть будем продолжать развиваться именно в этом направлении, предлагать уже не только доступ, но и агрегацию, предагрегацию. Что еще интересного из новинок, обновилась у нас модель 211, то есть Wi-Fi мост, который у нас идет не в преднастроенном варианте, то есть не в китовом исполнении, не парами, а вот, можно сказать, россыпью. Это 2,4 негагерца мост, более мощный, чем, соответственно, 111 модель, но и в принципе она обновилась и по отношению к версии 1, тоже, опять же, по мощности, по мощности, по антенне, соответственно, теперь у нас 14 dbi на борту и возможность выкрутить мощность до 30 dbm, то есть до 1 ватта на устройстве. Плюс ко всему появился второй порт, LAN порт, соответственно, к нему можно подключать либо похожее устройство, то есть Wi-Fi мост, к примеру, для ретансляции, либо, соответственно, камеры, но пока единственное, в этой модели нет OI Pass-Ru, то есть передачи OI на второй порт, но с помощью второго блока питания можно заплатить устройство, во всяком случае, не нужен уже небольшой коммутатор для того, чтобы объединить мост с дополнительными устройствами. И на этой модели появилась возможность донастройки непосредственно на корпусе, то есть это уже, опять же, напоминает наши достаточно популярные модели с индексом кит, то есть модели, которые идут преднастроенные, которые можно донастраивать. В 211 тоже есть возможность перед донастройки, можно выбрать каналы, можно соответственно выбрать режим работы, точка доступа либо базовая базовая станция, либо соответственно клиентская часть, и соответственно там рассыпнуть, и также появилось питание от 12 вольт, можно соответственно данное устройство запитывать от стационарного источника, допустим с резервированием, то есть делать систему на базе аккумуляторов. Еще вопросы есть, но смотрите, я говорю, можно вопрос прям голосом задавать, может быть, как удобнее будет. Давайте я, Алексей, может, голосом попрошу ответить, чтобы это быстрее было, просто, чтобы не задерживать всех. Антон, добрый день, вот от Антона вопрос поступил, может ли порт со стандартом БТ передавать 60 вольт мощности на 250 метров в режиме Extend, и будет ли просадка. Просадка в любом случае будет, как и при использовании стандартов и АТ и АФ, то есть при увеличении длины кабеля мощность будет снижаться, на 100 метрах это уже как известно при АТ и АФ стандарте, например, при АТ стандарте не 30 ватт доходит, а 25 с половиной до устройства, вот на 200 метрах 50 метров это будет примерно 21-22 ватта, ну, также и это затрагивает БТ стандарт, примерно на 250 метрах будет около 40-45 ватт, примерно так. Зависит непосредственно от кабеля, от сечения, от насколько там много мебели, мебели, и то, что называл, соответственно, Алексей цифрой, это такие, можно сказать, идеальные условия, это прямой линк без дополнительных каких-то соединений на нормальном кабеле 5Е категории. Олег спрашивает, будут ли ЦПЕ-211 второй версии автоматически подключаться к ЦПЕ-111 по преднастроенным каналам. Олег, давай я чуть позже отвечу. Честно, этот вопрос сейчас не могу ответить, но я думаю, к концу вебинара я тебе дам ответ. Ну и все. Собственно, таблица сравнения, как обычно, с предыдущей моделью. Небольшое количество у нас 211 версии 1 еще осталось, точно сегодня смотрел. На них, опять же, дропнули ценник дополнительно. Если кому-то интересно, можно обращаться. И небольшие изменения тоже в инжекторах у нас произошли. Появились модели с выдачей 24 вольта в пассивном режиме на парах 4, 5, 7, 8, то есть варианты для подачи питания опять же под различные Wi-Fi мосты или точки доступа. В частности, наши точки используют данную распиновку, данный вольтаж. Теперь их можно у нас заказывать. Это модель на 100 мегабит по E3124 и соответственно гигабитная модель по E5124. E4124 и в принципе у меня по большому счету все. Единственное, хотел для затравки объявить, что у нас в ближайшем времени также ожидаются Wi-Fi точки для бизнеса, то есть потолочные или в уличном исполнении или на стельном исполнении устройства, которые можно использовать под различные задачи раздачи Wi-Fi в офисах или спаских помещений на каких-то территориях открытых, закрытых, естественно, с роумингом, естественно, с возможностью управления как и через облако, так и на базе аппаратных контроллеров. Ближайшие приходы у нас, я надеюсь, будут в ноябре, соответственно, там мы начнем с самых бюджетных решений на базе облачных контроллеров, то есть точки доступа с управлением облаком. Будут АЦешные точки как с МОМИМО, так и классические, то есть предыдущие итерации АЦ стандарта и совсем бюджетные Н стандарты. На наш взгляд это достаточно интересное будет решение по цене по конкуренции с вендором на Боку Ю, как многие уже догадались, и опять же с хорошей маржой для партнеров, поэтому видим в этом достаточно интересную перспективу развития в следующем году. В общем, ждите новостей. По данному оборудованию мы готовим различный материал по представлению карточки, так и презентации, и скорее всего в ноябре тоже проведем отдельное мероприятие, отдельный вебинар, расскажем, что у нас в ближайшее время, какие у нас перспективы развития этой линейки будущего, на следующий год, на начало года. Вот, у меня в принципе все по новинкам, если Алексей сейчас готов ответить по вопросу, давайте тогда ответим, если есть еще какие-то вопросы, пишите, или включайте микрофон. Да, я готов ответить, получил ответ, то есть нет, в преднастроенном варианте CPE-211 2-й версии CPE-101 скидки будут подключаться, так как у них преднастроены разные значения SSID и пасворда, то есть шифрования, но они тем не менее совместимы, как и все другие устройства, которые работают на одной частоте, но единственное, нужно настраивать веб-интерфейс для задания совместимых параметров. Да, все верно, Олег, подключаться будут только друг с другом из коробки, то есть не из одной коробки, а подключить можно с кнопки из другой коробки устройства, но одной модели. 111 с 111 можно достаточно оперативно завести, со 111 придется тогда через веб-интерфейс донустроить 211, если у вас уже есть грубо говоря пара 111 и есть желание сделать точка-многоточка, то реализовать это возможно, но надо понимать, что здесь на самом деле не совсем понятно, зачем 211 в ту же систему устанавливать, поскольку по мощности это устройство превосходит 111, и получается, что выдать 211 может на большее расстояние сигнал, а 111 просто не добьет до него при определенных условиях, то есть не совсем тут баланс соблюден, скорее всего в системе, где 111 используется, нужно будет использовать 111, вот, стены, естественно, на 211 повыше, поэтому его задача большее расстояние пробивать с такими же устройствами. коллеги, но если есть еще вопросы, поставьте плюсик или поднимите руку, если вопросов нет, вы видите, мы сегодня достаточно оперативно вместились полчаса, к сожалению, не в 15 минут, но в целом будем стараться следующие выпуски делать покороче, понимаем, что у всех большие загрузки по времени, и хочется как-то более сжато подавать информацию, так, еще вопросик, да, тут возник? Ну, да, в 111 идут в кинях, иногда, да, возникает вопрос по точке третьей точкой, к сожалению, у нас они идут по парам, часть можно, одну точку можно пустить в этот проект, а вторую тогда уже иметь прозапас по будущим проектам. Вот, 211 можно в таком варианте использовать. Но придется тогда по мощности ее урезать. Ну, то есть немножко переплатить за этот вариант, за подключение третьей точки, если 211. На мой взгляд, проще взять лишнюю пару 111-х, и разбить ее на две части, если вы интегратор, соответственно, это достаточно просто реализовать. я тут добавлю, на самом деле, можно использовать 211-й в качестве базы, так как они более мощные модели, 111-й брать в качестве ЦПЕ-устройств на клиентских сторонах. Будет downlink-канал лучше, чем uplink, но, как правило, для интернета более важен downlink-канал, то есть от извне до абонента. По аналогии с сотовыми операторами, то есть база мощная, наше мобильное устройство не обязательно должно быть такой же мощности. Так что вполне используйте новые модели 211-й в качестве базы при схеме точка-многоточка, например. Ну, друзья, коллеги, давайте тогда закругляться завершать наше собрание. До новых встреч, не болейте, хорошие пятницы, хороших выходных, собственно, презентации вышлем, естественно, и прайсы, если кто не получал по этим моделям, обращайтесь, естественно, предоставим. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok